Правда ли, что из-за грядущих налоговых изменений мы получим больше дивидендов в этом году? Почему индекс Мосбиржи так быстро оправился от шока после повышения ключевой ставки? Кому теперь придется платить налоги с дохода по депозитам? И каким образом мошенники выманивают деньги у инвесторов? Друзья, об этом и многом другом мы с вами в ближайшие минуты поговорим. Я вас приветствую. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. Ну и перед тем, как мы с вами начнем, хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас регулярно смотрит и поддерживает. Если вам нравятся наши работы, то не забывайте, пожалуйста, поставить лайк под видео, проверить подписку на канал. Ну и также подписывайтесь на нас ВКонтакте. Там InvestFuture называется тоже InvestFuture. Чтобы не потеряться, присоединяйтесь и туда. Ну что, друзья, сегодня у нас будет много важных и полезных новостей, которые посвящены фондовому рынку. Так что всем причастным рекомендую устраиваться поудобнее и давайте мы тут начнем с позитива. Ну а если конкретно, с темы, которые обычно всех инвесторов радуют вне зависимости от их опыта и стратегии. И речь идет о дивидендах от публичных компаний, которые в этом году, возможно, все ожидания превзойдут. Ну, дело в том, что некоторые эмитенты могут ускорить выплаты и заплатить промежуточные дивиденды за последние кварталы этого года уже в декабре. Причем солидные – от полутора и почти до двух триллионов рублей. И дело тут не только в желании поднять настроение миноритариям, а все из-за налоговых изменений, которые наступают в силу с 1 января. Такого мнения придерживаются, например, эксперты брокерской компании Aton. Что они говорят? Они ожидают, что Северсталь в этом году может снова начать распределять прибыль между акционерами каждый квартал. Ну а в последний раз компания так делала три года назад. Также аналитики допускают, что Лукойл может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия, хотя вот традиционно он это делает только по итогам девяти месяцев или целого года. Кроме того, эксперты Aton прогнозируют возврат магнита к промежуточным дивидендам за три квартала, чего также не было у нас уже несколько лет. Ну и, конечно же, звучит это все весьма и весьма многообещающе. Но, как всегда, есть один нюанс. В своих материалах Aton не приводит конкретных аргументов в пользу того, что компании нарастят дивидендные выплаты из-за грядущих изменений в налоговой системе. При этом другие эксперты вообще сомневаются в том, что этот тезис на самом-то деле как бы корректен. Ну, во-первых, сам налог на доход с дивидендов с 1 января останется тем же – 13 или 15%. Изменится только порог, с которого будет применяться повышенная ставка. Раньше он начинался от 5 миллионов рублей в год, ну а теперь будет от 2 миллионов 400 тысяч. Во-вторых, компании при желании могут просто взять и повысить коэффициент выплаты, чтобы дивиденды поддерживать на прежнем уровне. Ну а в-третьих, крупные холдинги и семейные офисы, которым принадлежит больше 50% в компаниях, все также будут освобождены от уплаты налога на прибыль с дивидендов. При условии, что они владеют контрольным пакетом больше года. То есть для них нет смысла что-то в дивидендной политике менять, ну, чтобы, например, сэкономить на налогах в следующем году. Однако есть категории акционеров, которым со следующего года действительно предстоит платить больше налогов с дивидендов. Это физические и юридические лица, которые владеют акциями через запив, то есть закрытый паево-инвестиционный фонд. Сам по себе он не является юрлицом и не выплачивает налог на прибыль с дивидендов. Деньги, которые в фонд поступают, затем распределяются между пайщиками в качестве дохода, который, в принципе, дивидендами не считается. Ну, а значит, с 1 января он, по сути, должен облагаться налогом по новой прогрессивной шкале до 22%. Юрлицам, в свою очередь, придется платить стандартный налог на прибыль компании, ну, а он, напомню, вырастет до 25%. Вообще, за последние годы количество запифов на нашем рынке довольно-таки заметно возросло. Ну, и самый яркий случай использования такой вот структуры владения, ставший российским Яндекс. Он управляется, я напомню, через фонд «Консорциум Первый», и чуть позже мы с вами поговорим о том, как новые владельцы решили инвесторов порадовать. При этом далеко не обязательно, что желание компании поскорее выплатить дивиденды связано именно с популярностью запифов. Некоторые эмитенты переживают, что из-за повышения налогов им может просто не хватить живых денег на выплаты в следующем году. Кроме того, мы не забываем и о растущей инфляции, которая на длинном горизонте часть дивидендов съедает. И если распределить прибыль заранее, то акционеры смогут положить деньги на тот же депозит и хотя бы частично компенсировать рост цен. Кстати, друзья, если вы хотите знать, какие компании не только выплатят сочные дивиденды, но и, по мнению аналитиков «Ивплюс», могут быстрее других закрыть дивидендный гэп, то рекомендую заглянуть в нашу подписку «Ивплюс». На платформе регулярно появляется свежая аналитика по российским и зарубежным эмитентам, ну а также по криптовалютам. Например, в июле эксперты опубликовали инвест-идею, которая называется «Дивиденды в багажнике», и по оценкам аналитиков у этого актива есть потенциал роста до 30% годовых без учета дивидендов, ну а с ними по оценкам аналитиков может получиться аж до 40%. При этом эксперты заранее просчитали все риски, все возможности и постарались дать максимально справедливую оценку этому активу. Что именно за компанией за идеей скрывается, вы можете узнать, если заглянете в подписку «Ивплюс», ну или присоединитесь к ней, если вы еще не с нами. Ну, к слову, в этом году на платформе закрылось уже 17 идей, все доходности у вас на экране, при этом 6 из них закрылись меньше, чем за полгода. Ну, например, идея по SFI принесла пользователям больше 62%, это всего лишь за месяц. Сейчас в нашей подписке доступно более 30 инвестидей, разборов компаний, ну а вместе с ними и десятки других инструментов, которые помогают увеличивать доход. И контент постоянно обновляется с учетом актуальной ситуации на рынке. Прошлая доходность доходности в будущем не гарантирует, и аналитика не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я хочу это подчеркнуть, но за глубину разборов, на которую погружаются, да, заныривают наши аналитики, я могу ручаться. Ну, к слову, уже 31 июля на платформе пройдет классный эфир, где аналитики расскажут, как на инвесторов повлияют растущая инфляция и высокая ключевая ставка. Ну, а еще подробно объяснят, как на этом можно попробовать заработать при помощи инструментов, которые доступны в подписке. Также зрители смогут пообщаться с экспертами напрямую и задать им абсолютно любые свои вопросы. Ну, и теперь, друзья, самое приятное. Для первых 100 человек, которые перейдут по ссылочке в описании, стоимость подписки в плюс на год составит всего лишь 40 рублей в день. Дешевле проезда в метро. Так что, друзья, успевайте присоединиться на выгодных условиях. Ну, а пока вы регистрируетесь, мы посмотрим, как прошли торги на российском фондовом рынке в этот вторник. После ощутимой просадки в понедельник утром снижение у нас продолжилось, и в начале дня индекс Мосбиржи впервые за две недели опустился ниже отметки в 2900 пунктов. Но ближе к обеду настроения инвесторов изменились, и рынок потихонечку у нас начал отрастать. И в итоге, к завершению основной сессии, индекс прибавлял в районе полутора процентов. Поделенили почти все акции в большинстве секторов, в том числе и в нефтегазе. И это вот несмотря на то, что эталонный сорт нефти Brent впервые с начала лета торгуется ниже 79 долларов. Трейдеров пугают перспективы слабого спроса со стороны Китая. Ну, а растущая напряженность на Ближнем Востоке, даже протесты в Венесуэле, которая обладает большими запасами нефти, пока что вот они не могут заставить котировки расти. Откуда тогда спрос на акции нефтяников, спросит кто-то. Ну, вероятно, тут свою роль играют дивиденды, которые сейчас инвесторам поступают. Ну, вот, например, начали приходить рекордные выплаты от Сбера, и многие эти деньги не выводят, а покупают на них, наоборот, новые перспективные акции. И вот как раз в нефтегазе таких достаточно много. Также во вторник активно брали бумаги металлургов. Компании из обоих секторов занимают большую долю в индексе Мосбиржи. И вот, собственно, этим и объясняется его сегодняшний рост. Плюс могу предположить, что инвесторы в целом уже переварили подъем ключевой ставки и жесткие прогнозы Центрального банка на будущее. К тому же, это все уже было у нас частично заложено в цену, в общем-то, многих акций. Кроме того, покупки во вторник стимулировали хорошие новости от некоторых крупных компаний. Ну, вот, например, бумаги ВТБ подскочили аж на 5% на фоне сильного отчета за второй квартал и повышения прогноза по прибыли за этот год. Она может составить 550 миллиардов рублей, и это станет для банка новым историческим рекордом. И в таком случае ВТБ может наконец-то вернуться к выплате дивидендов. Ну, по крайней мере, в этом руководство заинтересовано. Но точное понимание будет только в феврале-марте, когда эмитент презентует финансовый отчет за 2024 год. Помимо бумаг ВТБ, в лидерах роста 30 июля оказались акции Аэрофлота. И тоже благодаря хорошим результатам за второй квартал. Чистая прибыль авиапереводчика составила 42 миллиарда рублей. И для этого периода это такой, на самом деле, абсолютный рекорд. И более того, с 2017 года компания во втором квартале показывала только лишь убыток. То же самое касается и всего первого полугодия. В последние годы оно всегда было убыточным. Но вот на этот раз Аэрофлот наконец-то смог отработать первые 6 месяцев года в плюс. На руку авиакомпании играет рост цен на билеты и растущий спрос на внутренние перелеты. Кроме того, россияне начинают все активнее летать за рубеж. И вот в этом плане у Аэрофлота есть важные довольно-таки преимущества. Большинство его самолетов иностранного производства все еще могут совершать международные рейсы. Потому что компания их переоформила в российскую собственность за счет средств из ФНБ. Еще один хороший отчет за второй квартал. Во вторник у нас представил Яндекс, который мы сегодня уже вспоминали. Тут выручка прибавила почти 40% год к году. Скорректированная Ебеда более 50%. Примерно в полтора раза выросла у нас и скорректированная прибыль. Но, правда, вместо чистой прибыли за второй квартал в отчете мы увидели чистый убыток в 30 с лишним миллиардов. Но здесь нам скорее важно, что общие доходы Яндекса у нас постоянно растут. Как, кстати, и число граждан, которые пользуются его сервисами. И при этом у компании, ну, такие довольно-таки оптимистичные прогнозы по итогам года. Ожидается рост выручки до триллиона рублей и рекордная скорректированная Ебеда. И вот сейчас, друзья, будет особенно приятно. Видимо, вдохновившись сильными результатами, менеджмент Яндекса предложил совету директоров выплатить дивиденды. Да, да, вы не ослышались. Одна из ведущих IT-компаний страны может впервые в своей истории поделиться с акционерами прибылью. И если это решение одобрит, то выплаты могут поступить уже до конца октября. Но, правда, размер их будет, ну, понятное дело, не слишком впечатляющим. 80 рублей на акцию – это примерно около 2% доходности. Но в любом случае это намного приятнее, чем ничего, да, согласитесь. Ну и к тому же многие публичные компании, так же, как и Яндекс, сейчас меняют прописку с иностранной на российскую. И после переезда они могут последовать его примеру и также начать платить дивиденды. Ну вот, например, рынок у нас очень ждет возвращения к выплатам от РусАгро и HeadHunter, которые сейчас находятся у нас в процессе ридоминцилляции. Друзья, ну и перед тем, как мы с вами к следующей теме перейдем, у меня будет маленький совет от души, так сказать. У нас есть очень хороший и классный новостной канал IfNews, над которым трудится целая команда профессионалов, которые реально горят экономикой и финансами. Если вы еще на IfNews не подписаны, рекомендую сделать это прямо сейчас, потому что ребята отбирают только самые важные новости. И они экономят тем самым наш самый ценный ресурс, да, это время. Поэтому я лично уже отписалась ото всех абсолютно новостных каналов, мне не нужен лишний шум, я оставила себе только наши ньюсы. И вы можете сделать то же самое, ссылочка в описании или по QR-коду, переходите и подписывайтесь. Ну а дальше хочу поговорить про недавно выросшую ставку и заодно продолжить тему налогов, которую мы вот в начале выпуска затронули. Знаете, говорят, что во всем надо искать какой-то позитив, так что давайте этому совету мы и последуем. Ну вот смотрите, из плюсов высокой ставки, кроме ее влияния на инфляцию, можно выделить рост доходности вкладов. Ну это вы и без меня, собственно, знаете. Но тут есть еще один положительный момент, который менее очевиден и он тоже связан с нашими сбережениями. Дело в том, что от ключевой ставки зависит у нас не только проценты по банковским депозитам, еще она влияет на то, при каком годовом доходе с вкладов вам придется платить по нему налоги. И вот теперь, когда ставку повысили до 18%, необлагаемая сумма выросла до 180 тысяч рублей. Если заработок на вкладах и накопительных счетах ее превышает, ну, например, вы заработали 181 тысячу рублей, то эта тысяча будет облагаться НДФЛ в 13%. Ну и, соответственно, вы отдаете в казну 130 рублей. Этот лимит рассчитывается так. Миллион мы делим на 100 и умножаем на 18. И вуаля, да, получаем 180 тысяч. Если вдруг ЦБ до декабря поднимет ставку еще раз, ну, например, до 20%, то необлагаемый налогом доход со вкладов тоже вырастет у нас до 200 тысяч рублей. Актуальность эта цифра сохраняет по состоянию на первое число каждого подотчетного месяца. И при этом я уверена, что у некоторых из нас есть еще такая вещь, как длинный вклад. У них срок больше 15 месяцев, ну, а выплата процентов производится в самом конце. Так вот, по новому закону, недавно принятому Госдумой, неиспользованный остаток лимита с предыдущего года будет переходить на следующий. И, собственно, сейчас объясню. В прошлом году налогом не облагались доходы по вкладам до 150 тысяч рублей включительно. И вы, например, за тот год заработали на своих депозитах 100 тысяч. Налоги платить не пришлось, так еще и остаток лимита в 50 тысяч остался. И при этом у вас есть длинный вклад, который заканчивается в этом году. И по нему вы получите проценты на 200 тысяч рублей. То есть, по идее, лимит превышен, и вам, соответственно, придется платить налоги. Но вспоминаем тот самый неиспользованный остаток с прошлого года. И получается, что никаких налогов вы в этом году тоже не платите. При этом грядущие налоговые изменения вас, в принципе, особенно не затронут. Ну, если только суммарный доход со вкладов у вас не превышает 2 миллиона 400 тысяч. Но даже при нынешних высоких ставках по депозитам, чтобы столько пассивно заработать, нужно класть в банк какие-то, ну, совсем астрономические суммы. Ну, и, кстати, об этом, вот как подсчитали в компании Freedom Finance Global, платить налоги с доходов по депозитам придется лишь небольшой доле вкладчиков. Это там от 3 до 5 процентов. Ну, потому что набежало больше 180 тысяч, нужно положить в банк больше миллиона рублей. Ну, а таких вкладов у россиян не очень много. Другой вопрос, что рынок сбережений в нашей стране в последнее время растет активно. Так что доля вкладчиков, чьи доходы будут налогами облагаться, со временем тоже увеличится. Ну, и, кстати, если среди наших зрителей уже есть те, кого это касается, обязательно в комментариях похвастайтесь и расскажите. Друзья, теперь хочу поднять немного больной для меня вопрос. Кто нас давно смотрит, тот знает, что какой бы темы я ни касалась, я всегда выступаю за честные сделки, чтобы все было по закону, безо всяких мутных схем. Ну, а различные финансовые махинации я не особенно люблю. Но, к сожалению, обманщики, аферисты, они есть везде. И инвестиции тут тоже не исключение, как вы понимаете. Почему я вдруг об этом заговорила? А дело в том, что в России у нас растет число нелегальных и при этом якобы профессиональных участников фондового рынка, то есть брокеров и управляющих компаний. В первые шесть месяцев этого года регулятор выявил уже 687 таких лиц, то есть почти 700 мошенников, которые выдают себя за профессионалов и берут у людей деньги в управление. Ну, вот для сравнения, всего год назад таких аферистов было на 40% меньше. И это мы не берем в расчет остальные виды мошенничества на финансовых рынках. Ну, например, там пирамиды и всякие другие подобные проекты. Если их подсчитать, то актуальный список вырастет до 3,5 тысяч лиц. Я повторюсь, это только те, кого регулятор выявил в этом году. Но давайте мы вернемся к псевдоброкерам и управляющим компаниям. В качестве приманки для жертв они зачастую используют санкции, то есть обещают инвесторам дать доступ к торгам на зарубежных рынках, ну, либо просто, соответственно, предлагают инвестировать в какие-то иностранные проекты. Причем работают они весьма убедительно, да, они уверяют, что есть и лицензия, и регистрация в дружественных странах. Но, правда, когда человек хочет лично проверить документы, ему дают ссылку на сторонние сайты иностранных регуляторов. Ну, разумеется, конечно же, поддельные, ну, или такие, которые в России никакой силы не имеют. Да, и поедете высудиться куда-нибудь в Белиз. Ну, кстати, как правило, на своих жертв мошенники выходят через Телеграм и другие социальные сети. Тут хочу напомнить, да, что и от моего имени постоянно людям пишут, предлагают взять деньги в управление, выгодно инвестировать и так далее. Вы, пожалуйста, на это никогда не ведитесь. Сразу таких мошенников блокируйте и лучше на этот контакт жалуйтесь. Да, я никогда не предлагаю людям куда-то их деньги проинвестировать, деньгами поуправлять. Я просто такие услуги не оказываю. Так что будьте осторожны, пожалуйста, и берегите свои деньги. Ну, и, друзья, в завершение выпуска хочу еще обратиться к тем, у кого есть кредит. Может быть, даже и не один. Я думаю, что многим знакомо такое вот чувство демотивации. От того, что вроде бы на платежи уходит, там, примерно половина месячной зарплаты, а долг не уменьшается. И таких историй, ну, правда, очень и очень много. Поэтому я вам хочу напомнить, что у нас на канале вышел классный ролик. Мы там очень подробно объясняем, как быстро погасить все свои кредиты и как, в принципе, свой подход к ним поменять. Мы там разобрали прям вот реальные истории людей, которым, правда, удалось с кредитами разобраться. Так что посмотрите. Такие знания, я думаю, что пригодятся каждому. Ссылочку оставлю в описании. Это такая классная мотивация, чтобы все свои финансовые проблемы разрешить. Другие люди смогли, а значит, и вы тоже сможете. Переходите, смотрите. Ну, а я на этом прощаюсь. Вы смотрели InvestFuture. С вами была Кира Юхтенко. Вы, пожалуйста, берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.